Послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава о Симарской книге. Ибо думают, что нынешние временные страдания ничего не стоят, сравнение с той славой, которая откроется в нас. Это написано в столице Римской империи. Вот люди получили это послание, считают рабовладельческих страданий. Из захваченных в плен рабов делали гладиаторов, тренировали, особая школа спартанские были. Выставляли их на арену, кто кого победит, стержалами. У каждого мать, у каждого был когда-то уголок, где жил человек. Выхода никакого нет. Он плененный. Родился в рабстве от работ родителей. И человек задумывался о своей жизни. Он видел, как живут рядом люди в доставке. Все у них есть. Сыр в маске катается. Едет по заграницам. В банке денежки несчитанные. Миллионщики от дедушки получил еще. А у этого ничего нет. Вот откуда восстание Спартака. Вот откуда взрывы народного недовольства, гнева. И вдруг они получают послание. Уверовавший апостол Павел говорит, вот эти страдания, у кого-то неизвещимая болезнь, потери родных и близких. Это ничего не стоит. Не потому что жизнь временна, а потому что будет слава от Бога. И одно с другим сравнить, даже нельзя сравнивать. Вот человек, который трудится и страдает. Он ждает награды. Северные получают. Я же на севере. Там повышенная. Капецен. Водолазы. Кто-то работал на Чернобыле. Он страдает. Ему говорят, ты же льготы имеешь. Христиане имеют великую льготу. Быть детьми Божьими. И Бог перевернул это страдание в славу. Вспоминается житие Вавилы, епископа. У него были ученики. Немного. Три ученика. Говорят, много у вас детей в лагере. Один ребенок, это уже работа. А один человек уже все оправдывает. А если много и шестивых, да не радуется, если они не послушные. Сераха так говорит. И у него трое учеников, которых арестовали. Ну и приговорили ударов дать только каждому. Сколько лет. Тебе сколько лет? Семь лет. Семь ударов плетями. А тебе девять. И они плакали. Говорили, почему мне мало лет? Я бы больше ударов получил за Господа. Это какое же состояние детей было, которые не за простудки. Сегодня что попало? Делай. Начинаешь наказывать. Он в мистерику заходится. И ты отпускаешь его. Просил, он должен делать пакет. Другого можно столкнуть. Ударить им в воду. Стехнуть не умеющего плавать. Вот тут же вполне. Останяется, что порождение ехидиды. Горелыши. Разве родители этого не видят? Притом страдания эти не получат никакой награды. А еще больше после смерти будет наказание. И вот получили люди послание. Прочитали. Когда было здесь глаз, стихов. Как они обогрели. Это в прошлый раз хозяин тебя наказал палками. Я какой ты благословенный. Ты ради Господа принял. Да, я все делаю ради Христа. О, когда все воскреснут из мертвых. Какой ты венец получишь? У тебя болезнь неизвестимая. Награду получишь. Переноси только безропотно. Благодаря Богу. У тебя страдания. Какие? Много ребятишек. Получишь награду за воспитание. Это виноградник твой. Нет у тебя детей. Ты благодаришь Бога. Ты уничтожишь с другими. Награду получишь. Это один день святой жизни. Что бы ни делал, говорит сладчайший Иисусе. Все это я несу ради тебя. Если ты ради Христа будешь делать, у тебя будут страдания, поношения. Потому что люди мира не понимают, что за гробом. А мы знаем, что там есть иная вечная жизнь. Во втором послании Коринфянам 4, 17-18, тот же апостол Павел говорит. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это пишет Спартовый город. Тоже рабовладельческий строй был, но там большое было распутство. Люди зарабатывали нечестным путем. И он им говорит, что кратковременно это легкое страдание. Ну что сделают? Палец отрубили. Один святой говорит, во имя Великого Единого Вечного Бога. Второй палец отрубили. А у Бога два естества. Бога человечества. Ради тебя добудет эта жертва. Третий палец рубит. Господи, добудет часть святых и нераздельные троицы. Четвертый палец отрубает. Он восполил Бога. Господи, есть четыре старые света Тобой сотворенные. Четыре Евангелия, которые Ты дал. И на все десять пальцев у него словословие Божие. Да где же они учили? Да какие же учителя-то у них были? Вот все страдания, какие на земле. Их все можно повернуть в русло славы Божией. Я это делаю ради Христа. Бытие 16.11 И сказал ей ангел Господень о Гаре. Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Даст тебе сына в послушание, в радость за твои страдания. Ты только доверься Богу. Ты только прими свое положение, свою нишу, в которую тебя Бог поместил, как место, на котором тебя будет Господь искать. Он меня будет искать, Господь, именно в такой бедности. Какой я есть глухой, больше он с ней не спросит. Но только целиком ли я весь ли отдавался на служение моему Господу. Любилие в сердце. Это важнейшее, самое наивысшее заповедь Господь. Пытие 41.52 А дружима на легкий мой Ефрем, Иосиф, потому что услышал Господь страдание твое. По страданиям имя давалось. То есть это укрепление мое. Я страдал, силы изнемогали, называя его Ефремом. И дает перевод какой. А Иосиф, Иосиф родился от любимой жены, у которой детей не было, переводится при умножителе. А Иосиф как раз и размножился больше всего за страдания твое. Поэтому что бы с нами ни было, в труде, в немощи, в духовном переживании, у Бога все вымерено. И чаша, может быть слезная, уже через край перевивается. Но Бог увеличивает силы, чтобы мы могли перенести. Бытие 41.52 И 42.21 И говорили друг другу, точно, мы накажемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас. Это братья Иосифа вспомнили. За страдания, которые мы несем, кто-то отвечать будет. Вот такая была выравнивается схема. Напиши дома, страдания. И за это идет награда. Награда. Как в столу я описывается. Что один юноша стал роптать на Бога и Иегову. Это Ивлея, они знают истинного Бога. Страданий много у меня. Но почему у другого ничего нет? Здесь какой кирпич и упадет мне на ногу. Какой бык ни вырвется, на меня напорится. И пошел к учителю спрашивать. А там в очередь как в поликлинику. И он сидел, сидел, да и заснул на скобейке. И видит во сне, что предстал на страшный суд. И ангел грешивает, добро, и зло перетянуло. Он так и захался. А ангел говорит, а у него страданий много. И голос сказал, брось страдания. Бросил страдания. Чаша качнулась и стала отпускать. Оно остановилось. Нету страдания. И он как закричал, Господи, дай мне еще страдания. И проснулся. А к кому он пришел, как врач, выжил он и говорит, иди, ты все уже знаешь. Ты сам страдания просишь. Если мы здесь будем молить Господа, это рассказ. Что мы скажем, страданий моих еще мало. Потому что страдания будут брошены на те весы, которые покажут, насколько мы верны Господу. Насколько мы доверяемся Ему. Он выверил эти страдания до нашего рождения. Быть может, в этих страданиях кто-то страдает из-за нас. Господь назначил Ему быть фараоном. Ты иди фараоном, а я же стощу сердце Его. Понимаете, Господь, да кто фараон-то ведь тоже человек. А это тебе не рассуждать. Это сосуд гнева. А ты сосуд милосердия. Поэтому ты страдаешь. Исход третий. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте. И услышал Бог его от приставников его. Я знаю скорби его и выведу их. Господь все считает. Не считай только никогда, что Бог забыл, дает непосильное время. Ни одного человека, а от первого человека, Адама и до последнего на земле. Белого и не будет, чтобы в сверх данной силы были положены страдания. Это нам только кажется. Если ты в это не веришь, и тебе трудное страдание, я прошу, пойди ко мне. Мы немножко посидим. Я тебе расскажу и покажу твои страдания, согласно Слову Божию. Что они как раз для тебя. Этот крест точно по мне. Псалом 9,14. Помилуй меня, Господи. Возри на страдания мое от ненавидящих меня. Он постоянно, Давид, молился. Господи, посмотри на страдания мое. Сжалься, я согрешил. Но и страдания у меня есть. Сжалься, помоги. Мы страдания можем показывать Господу. Когда апостол Павел говорит, вы понудили меня в хвалиться. Мне это не полезно. Но вы заставляете меня. И он начал хвалиться ни богатством, ни ростом, ни красотой. Хотя у него все было. Потому что он фарисея, фарисея, духовно. Он был не расплевленный. По правде законы не порочные. А тут говорит, я более всех постражал. Сколько раз по 40 ударам дано. Каких опасностях от лжебраки. Все снисчисляет. Как его мертвым побили камнями, выбросили. А он встал и пошел. Вот это, это наша награда. Когда предстанет пред Господу, мы каждый шрам, каждый выпитый зуб, глаз, все покажем Господу. Димитрий Ростовский чудотворец, написавший на 12 местах жития святых, однажды во сне увидел, как предстал некто. И говорит, ты обо мне пишешь, а не все. А кто ты? Он говорит, ой, нет. Ты написал, что мне руку перерезали. Посмотри на ноги, видишь, он пилой, литовкой перерезали жилы на ноге. А вот на другой ноге, видишь, вот там, где мышца, это все вырезано. Уже после смерти он все еще хвалится. Хвалится страданиями. Он так и записал. Примем это, как есть, потому что это не противоречит священному писанию. Тюрьмы, лагеря, страдания, поношения, это то, что мы непостыдно представим Господу. Господи, вот Твоя любящая десница била меня, а я целовал ее, я ни разу не возроптал. Я знал, как раз. Пожарный случился, наводнение. От Тебя, мой Господь. Салмопевец. 72-4. Ибо нет им страдания до смерти их и крепкие силы. Я смотрел на безбожников, живут, не страдают. Здоровье такое. Чемпионами делаются. Тренируются в залах, в спортзалах, деньги такие платят. Им нет до смерти страданий. Я не мог понять, почему я страдаю, а он нет. Ах, очень хотелось узнать. И Давид, видимо, искал совета у людей, чтобы разъяснили. Но не мог понять, до кона я не вошел в Дом Божий. Ты ищешь ответы, иди в храм. У сегодня-то никакой причины нет. Ни огород, ну дождь идет. Все равно людей, а некоторых нету. Понимаете? Это привычки. Один раз сходил непочем, а дальше встреча с Господом откладывается. Откладывается до суда. Я прошу вас позаботиться о моих и близких. Не пропускайте вечернее богослужение. Некоторые ни разу не пропустили. А некоторые через разу, через десять раз. Почему? Я не разумел, пока не пришел в Дом Господний. И тут я понял, так, на скольких путях поставил ты, Господи. Как нечаянно они пришли в разорение. Вот у нас здесь жили когда-то люди. Их обеспечивали, предавали, у них обеспечивали, ссылали на рынок. Где те, кто это делал? Сейчас бы заново оживите, сказать, храм Христа Спасителя в Москве будет восстановлен. Никто не поверил. По личному указанию Сталина был уничтожен. Навсегда. Сделали там бассейн, купальник. Я еще видел, как папа туда шел. Ничего этого нет. Да все храмы взорвали. Это же клуб, где мы стоим. Клуб дыма из преисподней. Клуб. Клубами дым идет. И здесь храм Божий. Да никто не поверил, и я не поверил, что сказали. А мы уже сколько раз здесь молились. Это место освящено. Почему? А оно страданиями куплено. Нашими отцами, дедами, которые знали за Слово Божие, и они там в вечности проражают за нас молиться. Псалом 118,67. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. Страдания не было, и человек куда-то уклоняет. Кого-то ударил Господь, и все кончилось. И сразу о Боге задумался. Страдания заключаются в том, в человеке, как ты их принимаешь. С благодарностью одна будет радость. Вы истерику не устраивайте. Если мать приезжает, или отец, бабушка, вот уже спит. Столько час сплакал, и уже уснул. Это все наигранно артистизм. А вы порадуйте своих. Я Господа люблю. И руками слухают, и дергают артисты. Страдания народа сегодняшнего не приносят благословения Господним. Потому что они от разбульного образа жизни, от беспечности, от прихоти своей нраве, страдания тогда, когда от Господа. Я этого не хотел, но так случилось. Сейчас весь молния ударила, дом сожгла, все погибло, от Бога сидят. Скажут, а как же Бог так допустил? Да Бог бьет иногда. По куполу храма, и все сгорает. Как ему угодно. Добудет его святая воля. Иахов 5.10. Примерно страдания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков. Начни с Моисея. Как он вышелся с непокоримым народом. Как тяжело людям было с Моисеем. Потому что они привыкли жить по своей воле. Я это с малым лагерем могу так сказать. Дети самохотливые. Только по-своему. И это из-за дня в день. А он 40 лет вел. Никакого отпуска не имел ничего. Из-за страданий Бог увеличал его славой. И правыки все бегали. Даже пророк Илья испугался женщины. 40 дней бежал без оглядки. 40 дней и ночей. Перепиливали, убивали. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Стефан сказал им. Вы хотите иметь утешение? Скажи, а я чем лучше? Стефана побили камнями. А я еще живу. Как арестовали у баптистов, у отделенных. Звать его было Николая. Что с ним делали неизвестно. Но его отдали. Арестовали. И мертвы еще несколько дней отдали. У него насквозь были проколоты мускулы. Видимо электрическим током мучили. Я видел фотографии. Он лежит в гробу. И к небу поднятая рука. Подняли руку и сфотографировали. Как бы требовать. Да коли ты, владыка, не встишь за кровь нашим. Они-то думали навести страх. Не будете покорять себя власти? Всех вас отождет. А они сказали так. Да брата нашего убили. А нас еще не убили. Хотим мы, где наш брат? Так это не православное. Мы не говорим о вечной участии, какая у них будет. Но главное, что страдание, истинное страдание, людей, которые еще не страдали, должно только мужественнее делать. 1 Петра 5.10. Бог по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Может быть, гонение начнется совсем-совсем скоро. Быть может, начнется война. Мы ко всему заранее должны приготовиться. И сказать, Господи, что ты не пошлешь от тебя? Скорость, теснота, война не отлучит от любви Божьей. И ложась спать, благодари. Сегодня у меня есть здоровье. Никогда не жалуйтесь на здоровье. Завершный день уже на день день мы старше будем. На датунь день уже не полагается, что он лучше будет. А чего ждать дальше-то? Все ближе к смерти. 2 Коринфянам 1.5 Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Учитесь рассуждать с собой и самими и со Христом. Вот тогда мне было плохо. А кто меня утешил? Мой Господь. А вот здесь самые родные и близкие против. Мой Господь. Он укрепил. И силы-то во мне, да я устоял. Это не мое. Никогда себе этого не припишите. 2 Коринфянам 1.6. Скорбим мы. Скорбим для вашего утешения и спасения. Которые совершаются перед весенним тех же страданий, какие и мы терпим. Павел мог на это указать. Сможем ли мы указать кому-то? Терпите, как я терпел. Или у нас везде все только по облегченному режиму. Ведь то, что вот здесь сейчас делаете вы техникой, косите, все это вручную делается. И у каждого была стенокосилка лошадями. А лошадь, знаете, сколько формы надо? Как коров, да еще на одну десятую больше. А чтобы запрещать на косилку, трех надо было лошадей. Как трудно человеку тогда было. Вот когда нам сегодня легче. Всегда найди какой-то луч, который осветит тебе и скажи. До нас люди жили. Копали, аскаватора не было. Им было намного труднее. Электричества не было. Масло сдеть, пропустить. Все вручную. Доимного аппарата не было. Благословен Господь. Нам легко, мы переможем. С нами Господь. Колоссиным 1.24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас. И восполняю недостаток плоти моей скорби и Христовых за тело его, которое есть в церковь. Мне этот стих непонятен. Как Павел мог увидеть какую-то шкалу, что не хватает? Ну, допустим, нормальное давление 80-90-20 говорят. Ну, не хватает там на 60-х человек. Это низкое давление. А Павел замерял страдания. За тело не его страдания, а за всю общую церковь. В копилку страданий всей церкви вкладывается страдания каждого из нас. Не хватает страдания. Кровь христиан была стеменем христианства. Не хочешь, да скажешь, да будет воля твоя Господи. Нет страдания, нет обращения. Все остановилось. Мы на одном месте стоим. А страдания, это в другую деревню пойти кому-то свидетельствовать, что-то пожертвовать, помочь. Вы всегда дома, когда откладываете десятину, спрашиваете, а есть на что-то еще? Мы в Барнауле объявили сбор денег, кочень уже соберем, сколько можем, на перевод Евангелия на горно-алтайский язык. Алтайцы. Нам приезжали, набрали один раз. Откладывайте. Дело добровольное. Вы будете участниками распространения Евангелия Христова среди других народов. И он, значит, с кем это можно передать? Пока каждый дом охранит. А Господь говорит, кто примет праведника во имя праведника, получит награду праведника. А посмотрите на детей. Все до одного. Намерство спят. Что это означает? Никогда не дают спать, только в субботу. Мгновенно засыпают. А чего? Компьютерные игры. В вашей деревне играет в компьютерные игры. Вы проиграли детей. Дети лживые будут. Страдания будут только за ваш позор, чтобы вы детей не отучили от этого. Сегодня везде пишут наркомания, пьянство. Менее опасно, чем вот эти игры. Из них никто не вылазит. Они могут убить друг друга, они не понимают жестохость, разврат. Всему научатся. Поэтому страдания ваши, родители, которые детей не отучают от компьютерных игр, будут еще впереди. Сегодня начните это все истреблять. Как идолы. Истребите, домца и сожгите. А уже трудно. Уже семя зла брошено. Подними их. Поставь их пред Господом. Это компьютерные уроды. Бог отнял память о жизни, о смерти, о вечности, о страдании, ничего нет. И родители не знают, что делать. А мы говорим, если бы вы страдали с детьми, вместе, на молитву, не ловится что-то, а встань на молитву. Ни один ребенок сегодня не скажет, давайте ночью встанем на молитву. Ни один ребенок ко мне не подошел, не сказал, какое-то местописание знают. И как его понимать? А это все от родителей идет. Поэтому, чтобы воспитать ребенка, это не родить. Родить любое животное. Но воспитать, это свойственно только человеку. Это огромный труд. Огромный. И привести его к Богу. Если ты не приведешь его к Богу, то дети будут главными обвинителями на суде Божьем. Поэтому от детей страдания заключается в том, что когда ты учишь, они не учатся. Но это больше страдания, когда они скажут, а вы меня не научили любить Господа. Вот почему апостол Павел говорит, думая, что нынешнее временное страдание ничего не стоит с той славой, которую Бог нам уготовил. Что я делаю? Буду делать для славы Божьей. Я буду делать попреки тому, что учат школы, чем учат государство, если это не сходит в сети в Ангелии. Попросим Господа в молитвах, чтобы все наши страдания были направлены для славы Божьей. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.